Пенсия по потере кормильца после 18 лет. Когда гражданин работал всю свою сознательную жизнь, начиная с первого трудового дня, ему полагается начисление страховой пенсии от государства. Но случается порой так, что кормилец умирает. Законодательством установлено, что в таком случае пенсией, как наследством, вправе воспользоваться его несовершеннолетние дети и даже другие ближайшие родственники. Пенсия по потере кормильца. Правило назначения и продления пенсии по потере кормильца после 18 лет. Пенсия по потере кормильца после 18 лет может быть доступна, если правильно подготовлено все необходимое и соблюден порядок. Оформлять ее следует в соответствии со следующими нормативными актами законодательства. Закон номер 400 ФЗ о страховых пенсиях от 28.12.2013 год. Закон номер 166 ФЗ о государственном пенсионном обеспечении в РФ от 15.12.2001 год важно. Главное и основное условие, которое должно соблюдаться при оформлении страхового пенсионного пособия по потере кормильца, это нетрудоспособность данного лица, в данном случае студента. Также это лицо должно находиться под обеспечением кормильца, на иждивение. Существует три вида пенсий. Какая именно будет начисляться наследником и ее размер, напрямую зависит от того, кем был кормилец. Страховая пенсия начисляется. Если кормилец хотя бы один день работал, не говоря уже про многолетний стаж, государственная пенсия назначается тем, кто работал на государственных предприятиях и организациях, выполнял госслужбу, космонавты техногенные районы, военнослужащие, сотрудники МВД и прочее. Социальная пенсия назначается тем, кто ни дня не проработал официально, т. е. В ПФР не производилось никаких отчислений с места работы. Образование несовершеннолетних родственников умершего дорого стоит, а на работу студентов берут не очень охотно. Кто же имеет прямое и законное право на получение страховой пенсии, дети, внуки, сестры и братья, родные. Если с детьми все предельно ясно, то в отношении братьев и сестер должно быть подтверждение того, что они нетрудоспособны и у них нет трудоспособного родителя, который бы их содержал. Обратите внимание. В законодательстве имеется сноска на то, что правом на наследство страховых пенсионных выплат умершего лишаются те родственники, которые совершили умышленное преступление против самого же умершего, вследствие чего он и погиб. Подтверждением этому служит решение суда с приговором о злодеянии. Для продления страховой пенсии по потере кормильца является факт обучения студента в учебном учреждении, даже при том, что тот переступил порог совершеннолетия. Форма обучения должна быть очной и дневной, когда постоянно требуется присутствие студента на занятиях, соответственно, у него нет времени ходить на работу. Страховая пенсия по потере кормильца назначается студентом начального профессионального класса, послевузовского профессионального класса, средних и высших учебных заведений страны. Если же студент переходит в иностранное учебное заведение, переезжает в другую страну, то выплата пособия сохраняется при условии, что переводом туда послужило специальное направление от этого заведения. Направление на учебу. Пенсия по потере кормильца жене умершего или братьям и сестрам может быть назначена в том случае, когда они являются единственными опекунами несовершеннолетнего ребенка покойного. Установление срока выплаты совершеннолетним. Страховая пенсия выплачивается студенту умершего пенсионера, пока тот находится на учебе, т.е. пока не закончит образовательное учреждение, но не дольше, чем ему исполнится 25 лет. Студент, возраст которого старше 25 лет, пенсионные выплаты получать не может. Исключением является тот момент, когда еще до совершеннолетия был установлен статус инвалида и назначена соответствующая пенсия. Тогда страховая пенсия может быть продлена и после 25 лет. Изначально выплаты будут осуществляться до достижения ребенком совершеннолетия, после чего, как правило, они прекращаются. Если ребенок поступит в высшее учебное заведение, даже спустя какое-то время, то он сможет подать повторно документы на восстановление начислений. Поэтому можно сказать твердо, что эти процедуры делаются в разные промежутки времени. Необходимые документы и порядок обращения. Подтвердить свое право на получение страховой пенсии по потере кормильца нужно документально. Для этого претенденту нужно подать готовое заявление и приложить требуемый пакет документов к нему. Заявление на предоставление выплат. По форме, государственные документы личности. Свидетельство о смерти кормильца. Любой документ, который подтвердит родственную связь. С умершим, справка из учебного заведения, где сейчас получает образование ребенок. Документы по требованию. Заявление о назначении пенсии по потере кормильца. Куда обращаться с готовыми документами? Направляется пакет за адресом регистрации или проживания заявителя в районный ПФР или МФЦ. Передать пакет документов можно удобным способом, например, лично занести в отделение и передать сотруднику. Через третье лицо – доверенное. Но тогда у посланца должно быть на руках нотариально заверенная доверенность на право осуществления действий от имени заявителя. Через почту. Если у гражданина отсутствует прописка, тогда ему нужно обращаться сразу в ПФР Москвы, и только туда. Как вариант, такие граждане могут направить заявление через онлайн-систему. Основания для прекращения выплаты. Государственное пособие перестанет начисляться студенту, если тот будет отчислен из учебного заведения или уйдет по собственному желанию. Если студенту пришлось оформить себе академический отпуск по причине беременности, тяжелой болезни и прочее, то страховая пенсия продолжает начисляться. Такие причины не изменяют статус студента и не являются причиной для прекращения начислений пособия. Летние каникулы также не являются причиной для прекращения выплат в соц.помощи. Расчет пенсии. Однако если будет установлено, что студент умышленно скрыл факт своего трудоустройства или отчисления из учебного заведения, при этом продолжал получать госпособие по потере кормильца, то против него могут открыть судебную процедуру с дальнейшим взысканием. Переплаченные суммы пособия, после чего будет открыто исполнительное производство. Порядок начисления и оформления пенсии страховой по потере кормильца определяется, зависимо от ее вида. В данном случае нас интересует, как будет начисляться, и будет ли начисляться она вообще, если дети усопшего уже достигли совершеннолетия. Как правило, в этот период времени дети становятся студентами и продолжают получать образование в высших учебных заведениях.